Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы в этом видео с вами говорим о сильной магнитной буре в ноябре 2019 года. Итак, друзья, начало последнего месяца осени принесет всем нам отличную новость, так как геомагнитный фон Земли будет оставаться стабильным первые 10 дней ноября. Сильная магнитная буря в ноябре 2019 года, друзья, ожидается в ночь полнолуния. Это у нас с 11 на 12 ноября. И пережить этот экстремальный геомагнитный шторм осенью поможет вам здоровый сон, теплая одежда, талисманы от порчи из глаза, укрепляющие ваш иммунитет к чужому негативу. Итак, друзья, понедельник и вторник 12 ноября 2019 года могут стать роковыми для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Именно на эти дни выпадает самая сильная магнитная буря в ноябре 2019 года. А наиболее уязвимым перед стихией люди будут в вечернее и ночное время. Друзья, главной особенностью сильной магнитной бури в ноябре 2019 года станет активность именно ретроградного Меркурия, который вносит хаос и неразбериху в нашу жизнь. И как раз 11 ноября 2019 года, друзья, состоится солнечное затмение Меркурием. Это будет настоящий вызов судьбы, когда эмоции окажутся наколены до предела, и появится серьезная опасность переоценить свои силы и не заметить самим, где вы перешли ту грань, за которую переходить не следовало бы. Конечно же, в целом ожидается ноябрь как достаточно мягкий месяц осени, так как 20 дней ноября мы будем жить под ретроградным Меркурием. И имеет смысл применять проверенные народные средства с целью профилактики имеющихся заболеваний. Друзья, прогноз магнитных бурь на ноябрь 2019 года предупреждает, что особенное внимание к состоянию своего здоровья следует проявить в такие даты, как 11 и 12 ноября, а также 18 ноября, и обращаем ваше внимание с 21 по 23 ноября, когда геомагнитный фон планеты будет нестабильный. Особенность осенних магнитных бурь состоит в том, что наиболее больно они наносят будут удар по людям, страдающим от повышенного или от пониженного артериального давления. На втором месте, друзья, по уязвимости следуют люди именно с ранимой психикой, а также творческие личности с большими претензиями к своей жизни. Также, друзья, в категорию риска попадают пенсионеры, дети и беременные женщины, для которых любой перепад атмосферного давления может обернуться, например, бессонницей и приступами беспричинного страха. Друзья, экстремальный геомагнитный шторм накроет людей в полнолуние, а точнее, напоминаем, еще раз в ночь с 11 на 12 ноября 2019 года. Но, конечно же, впереди еще достаточно времени для того, чтобы морально и физически подготовиться к этому испытанию. Поэтому лучше всего усилить свою невосприимчивость к капризам погоды и атаки магнитных бурь. Это можно, друзья, сделать с помощью оберегов, талисманов и амулетов, которые подходят вам по знаку зодиака. И даже самая сильная магнитная буря в ноябре 2019 года не страшна тем, кто имеет украшение, обращая ваше внимание, из натурального янтаря, так как считается, что именно он обладает магическим свойством укреплять иммунитет хозяина к внешним неблагоприятным событиям, а также, друзья, сохранять здоровье и укращать артериальное давление. Также обращаем внимание, что наиболее сильно янтарь покровительствует овнам, львам и стрельцам. Это стихия огня, хотя использовать его магическую силу могут и другие знаки зодиака, но обращаем внимание, кроме тельца. Представителю этого знака зодиака в день, когда будет сильная магнитная буря, сильная магнитная буря будет атаковать Землю, лучше защитить себя с помощью энергии бирюзы, малахита или сапфира. Это безопасное и эффективное средство от любых внешних раздражителей. Друзья, теперь вы знаете, какие у нас будут магнитные бури в ноябре 2019 года. Как себя защитить, чтобы эти дни прошли у вас легко, плавно и без каких-либо сожалений. Ну, с вами как всегда, друзья, был канал Зотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Друзья, обязательно смотрите другие видео на канале. У нас постоянно выходят новые интересные видео. Ну, а сейчас мы прощаемся, друзья, и услышимся в следующем эфире. Пока-пока!